Микс Ньюс Я спросил, как давно вы были в Риге последний раз, прошло 20 лет. Вот приятно вернуться? Да, безусловно. Я очень рад этому назначению. Это мое шестое назначение за рубежом, четвертое из них послом. Есть чем сравнивать, в общем-то, как каждый дипломат. Мне очень нравится Прибалтика и Латвия в частности. И за это короткое время, полтора месяца, я уже практически встретился со всеми высшим руководством страны, с МИДом и успел пообщаться с людьми. Все комфортно. Ну, а какое у вас складывается впечатление, учитывая, что ситуация, ну, Россия рядом, как известно, большое количество русскоязычного населения, не все воспринимается однозначно в вопросе геополитики, политики России, политики Украины. Вот какое у вас впечатление сложилось? Ну, я не ощущаю какой-то угрозы. Руководство Латвии поддерживает Украину в условиях агрессии России. Это абсолютно точная поддержка Украины, территориальной целости, суверенитета. Мы очень довольны этим. Что касается населения, ну, я не ощущаю какой-то враждебности. Наоборот, все поддерживают относительно русскоязычного населения. Ну, наверное, с теми, с кем я говорю, мы говорим на одном русском языке, на языке Толстого, не на языке Путина. Вот, кстати, о русском языке, потому что сейчас очень широко обсуждается закон, который принят. Петр Порошенко его подписал. Это закон, который, как некоторые считают, ограничивает использование русского языка. Вот насколько это справедливо? Насколько справедливы эти оценки? И что вообще будет с русским языком, кстати, в вашей стране? Ну, если следовать духу закона, закон предусматривает, что все государственные служащие и вообще все, что связано с государством Украины, это будет на украинском языке. Это как должно быть. Но это не затрагивает личное общение и религиозное общение. То есть, на мой взгляд, никакого ущипления нет. Если люди говорят на русском языке в быту, они могут это продолжать делать. Что касается государственных служащих, ну, это абсолютно правильно. Но, на мой взгляд, это было алогично, что парламент Украины, некоторые говорили на русском языке и защищали свое право говорить на русском языке. Ну, опять же, давайте любую страну назовем. Украинец в Госдуме будет говорить на украинском языке? Видимо нет. То есть, вы работали на постсоветском пространстве? Давайте я скажу так. Я работал в Турции, в Польше, в Австралии послом, в Турции послом и в Азербайджане послом. Три мои последние страны – это послом. Советником-посланником в Польше и генконсулом в Стамбуле еще я работал. Поэтому, вот, скажем, в Азербайджане не было таких проблем. Они сразу же убрали все памятники в Ленина, Кирова и все, что связано было с этим, и никаких проблем нет. Мы это затянули в силу определенной специфики ситуации. И поэтому, вот, то, что произошло декоммунизация сейчас, воспринималось уже вот так, как она воспринималась. Некоторые используют это с политической точки зрения, вандализм и все прочее. Если бы это было раньше, никаких проблем бы не было. Так и с русским языком. Русский язык у нас разрешается, и никто не запрещает общаться в личном общении. А телеканалы, культурные учреждения и так далее? Там все лимитировано, там абсолютно четко сказано, сколько процентов и так далее. Потому что, наверное, неправильно, чтобы в стране Украина, украинский язык был бы изгоем. Поэтому, естественно, страна защищает свой язык, потому что дошло до того, что многие каналы только на русском и вещали. Поэтому сейчас государство проявляет свою политику и обеспечивает реализацию этой политики. Там будет часть на русском языке, но большая часть будет на украинском. Но спрос рождает предложение. Вот этот принцип для частных СМИ и для частных учреждений, на ваш взгляд, он не относится. Все-таки, если есть потребность в русском языке, и каналы работают на русском языке, это ведь не просто так. Соответственно, их смотрят, у них есть рейтинги. Вот не является ли, скажем так, ограничение использования русского языка – это вмешательство в частный бизнес? Нет, у меня такого ощущения нет. Потому что мы сейчас можем только этому посвятить всю программу. Наверное, не для этого мы собрались, но я думаю, что здесь, кроме того, что вы говорите, какой-то элемент бизнеса, есть и другой еще элемент. Почему у нас такая ситуация сложилась? Потому что русский язык отождествляется с российской агрессией. На языке строилась вся кампания 2004 года, противостояние Запада и Востока, Януковича и Ющенко. Это была искусственная ситуация, которая разработана была определенными политтехнологами за рубежом Украины, и она раскалывала Украину. Поэтому, естественно, язык, он стал таким олицетворением какой-то российской агрессии. Но вы сами говорите, язык Толстого, а не Путина. Ну, вот я говорю на языке Толстого. И категорически отвергаю, что я говорю на языке Путина. Но, тем не менее, такие ассоциации есть, и именно поэтому предпринимаются определенно. Поэтому есть же люди, россияне, которые сегодня имеют честь и достоинство не поддерживать политику Путина относительно Украины. Поэтому, как я могу к ним относиться, кроме как к уважению? Естественно, я с ним к уважению отношусь. Но с ними я говорю на языке Толстого. А есть люди, которые говорят, что это правильно, Крым наш. Какой у них язык? У них язык Путина. У всех других русский язык. Ну, я так не считаю. То есть, вы считаете, что это два разных языка? Ну, вы грамматический, а я политический. Поэтому, может быть, это грамматический один и тот же язык, но смысл там разный. Когда люди имеют достоинство критиковать свою власть за действия, которые не являются нормальными, я думаю, что они достойны уважения. Ну, вот Владимир Зеленский стал президентом, был избран президентом Украины. После того, как это произошло, Петр Порошенко, уже уходящий президент, он подписал этот законопроект. И который стал законом. Владимир Зеленский обещал в нем разобраться. На ваш взгляд, возможно ли еще какие-то вариации на тему? Возможно ли, что закон будет отменен? Как вы считаете? Ну, давайте дождемся. Раз обещал, разберется. Поэтому я не могу за президента избранного что-то говорить. Я думаю, что закон принят абсолютным большинством в парламенте, он действует. А там дальше посмотрим. Владимир Зеленский, его избрание. Ведь он, кстати, сам из русскоязычной семьи. Это первый его язык. Как вообще оцениваете это назначение? Я понимаю, что вы дипломат и посол. Но, тем не менее, учитывая резонанс, который вызвали в мире выборы, многие следили за дебатами и так далее. Вот стало ли это выбор народа неожиданностью для, скажем так, власти украинской? Ну, вы ответили уже на вопрос. Я дипломат и представитель государства. Народ сказал свое слово. Я вот буквально несколько дней комментирую результаты выборов в органах власти Латвии. И я скажу то, что говорю официально и то, что думаю. Это является большим подтверждением того, что Украина очень активно двигается вперед в европейской интеграции. Выбор народа был возможен только тогда, когда власть создала такие условия, чтобы народ избрал того, кого он хочет. Нравится это действующему президенту Порошенко или не нравится, это был выбор народа. И он ничего не смог сделать. И это его достижение. Он создал это, чтобы человек, неизвестный в политике, но известный как бизнесмен, как шоумен, он победил, потому что народ поддержал. Вот это и есть результат выборов. Это и есть отличие. И вот скажите, наверное, между первым и вторым туром вы не предполагали, что Зеленский выиграет? Ну, скажем так, были ощущения, что это может быть. Что может быть? Многие в это не верили. Хорошо, я вам задам вопрос. В России были такие ощущения перед выборами, кто выиграет? Ну, в России уже 18 лет. Нет, но есть такие ощущения. Там есть какие-то сомнения. Там был президент Медведев, Дмитрий Медведев. Нет, ну, мы говорим Медведев, подразвиваем Путин и так далее. Но есть такие ощущения, что там могло быть поиначе? Ну, вообще, на самом деле, здесь, мне кажется, очень сложно говорить о том, что могло бы быть, потому что мы вообще не знаем, что будет завтра. И, соответственно, да, сейчас политическая конъюнктура в России таким образом складывается, что да, мы не предполагаем, что кто-то может прийти на замену Владимиру Путину. Но все может измениться, как мы знаем из истории. Наверное, в этом смысле, конечно, победа Владимира Зеленского, она показательна. Но, тем не менее, вот я хотел спросить, вы смотрели фильм «Слуга народа», кстати? Да, конечно. Как вам? Ну, интересный фильм, очень интересный фильм. Почему? Вот это реализация сценария, в котором, скажем так, показано, как относится, вот президентом становится простой человек, и его семья, которая вроде как ругала власть, она потом там очень хорошо, как мне сказано, показаны механизмы такого постсоветского пространства. Пытаются из этой, из его должности, в общем-то, максимум вырвать, потому что давай сейчас пристроим кума и так далее и тому подобное. На ваш взгляд, насколько эта проблема сегодня является большой, и удалось ли Украине ее переломить? Я думаю, что удалось. Вы знаете, если мы говорили до выборов, фильм «Слуга народа» – это был большой плюс Зеленскому, то теперь, сейчас, я думаю, что это большая ответственность нового президента. То есть, это как предвыборное обещание этот фильм? Да, я думаю, что многие воспринимают, конечно, можно сейчас говорить, что это ничего, что это никаким образом не связано и так далее, и так далее, но, тем не менее, люди будут смотреть, и как будет новый президент следовать тому, что он говорил в фильме и тому, что он здесь. Это ясно, что это никаким образом нельзя юридически связать, но это будет. И я думаю, что новый президент обязательно это учитывает. И это уже какой-то коридор. Вы знаете, вот была фраза после Майдана, в России часто обговаривали эту тему ситуации с Украиной и так далее. Вот Познер сказал одну вещь, которая для меня очень такая интересная и важная. Он сказал, что чем отличается ситуация в Украине от ситуации в России. Там люди вышли на площадь, выгнали этого вора Януковича, и всякая приходящая власть все меньше и меньше будет нарушать Конституцию, пока не войдет в рамки Конституции. Вот мы это сейчас видим. Всякая приходящая власть Украины, она все больше и больше будет следовать народу. Ведь смотрите, мы шли за народом. То есть вот народ сказал Зеленский, пошли. Теперь президент будет следовать за народом. Он понимает, что ожидания очень большие, огромные, и нет времени для раскачки. То есть у него не будет времени ни 5 лет, ни 4 года, ни 3 года. Люди захотят завтра после инаугурации, чтобы было так, как он говорил в фильме и так далее. Хочет он, не хочет, это будет ассоциироваться именно так. Поэтому у него сейчас и команды, я думаю, что у них непростые сейчас часы, они начинают жить по-новому, потому что надо сейчас оправдывать надежды людей. Сейчас мы имеем уникальную возможность, 73% поддержки населения, это население готово выдержать все. Если увидят, что власть следует своим обещаниям, если увидят, что это все на пользу народу, если борьба с коррупцией и все, мы можем очень быстро много чего достичь. Того, что не сделали после того, как пришел Ющенко. Была такая же ситуация, было очень большие ожидания. И некоторые непосредовательные действия власти на тот момент, они этот ритм сбили. Мы не пошли этим путем, и поэтому Янукович пришел к власти. Было разочарование людей, и поэтому выбрали трижды несудимого. На ваш взгляд, сегодня вот этот риск разочарования, насколько он велик, учитывая, что, опять же, есть ожидания, есть тяжелая ситуация, война и все такое, люди устают, они хочут перемен, это можно понять. Но, тем не менее, сейчас вообще мы наблюдаем в Европе и в Америке такой бич популизма, когда побеждают те, кто больше обещает, но не всегда эти обещания могут выполнить. Вот это разочарование, о котором вы говорили после Ющенко и приход Януковича, вот нет ли риска, что все может вернуться назад? Это всегда. Любые ожидания, они вызывают, знаете, от любви до ненависти один шаг. Это всегда. Это нормальное психологическое состояние. Ты ждешь, и если это не следует, значит, это уже отторжение идет. И я абсолютно уверен, что команда Зеленская, он сам это очень четко понимает. Что касается возможностей и невозможностей, ну, вы знаете, после Майдана возвращение к чему-то подобному Януковичу невозможно, реванша невозможна этих сил. Мы отошли уже, чем ситуация в Украине изменяется, мы отошли от крайности вот той, что называется просоветского, потому что у нас партии коммунистов нет в парламенте, это большое достижение Украины, и тогда сразу Украина пошла вперед. То есть мы все больше и больше уходим от советских стереотипов. И показатель того, что они не прошли в парламент, это говорит о том, что у нас этой опасности уже нет, у нас возвращения туда уже нет. У нас есть возможность, скажем так, любой президент сейчас будет идти в сторону Европы, просто скорость движения будет разная. Кто-то будет быстрее, кто-то будет медленнее, но другого шанса, во-первых, вот этот курс у нас закреплен в Конституции, курс на евроинтеграцию и на членство в НАТО. Никто это изменить не сможет. Просто, как я сказал, будет идти быстрее или медленнее. Поэтому следующие выборы, это будет между тем, кто будет быстро идти и кто будет, может быть, и медленно. Но все будут идти туда, вот в евроинтеграционный курс. Это вот сейчас самое главное достижение Украины. На ваш взгляд, насколько Европа и страны НАТО готовы, де-факто, принять Украину? Потому что приходится слушать в куларах такую точку зрения, что от Украины устали. Устали от большой, проблемной, будем говорить, в связи с теми событиями, которые происходят в стране. Европа, в общем-то, каким-то образом сейчас отстраняется от проблем Украины. Да, риторически все поддерживают, но, тем не менее, когда речь заходит о каких-то серьезных переговорах, не все так радостно. Насколько это соответствует действительности эти точки зрения, которые приходится достаточно часто слышать? Ну, все имеют право на свою точку зрения, я не хочу комментировать отдельные какие-то высказывания. Да, от нас устанут, если мы ничего делать не будем. Но если мы выполним то, что мы должны, мы не будем просить, мы будем требовать. Потому что, если мы соответствуем критериям, для всех правил одинаково, если мы не будем соответствовать и будем просить, да, от нас устанут. Будут отмахиваться, как от назойной мухи. Но пока это не чувствуется. Нет, нет. Ну, вот смотрите, за последние три года мы увеличили товарооборот со странами ЕС на 55%. Сегодня экспорт украинских продуктов в европейские страны составляет 42%. В Россию – 7%. Еще там 5 лет назад это были другие цифры, абсолютно другие. То есть, в России там существенное сокращение? Ну, конечно, конечно. Почему? Потому что стандарты нашей продукции 5 лет, они отличались от сегодняшней. Поэтому куда мы могли? Естественно, туда, где меньше, более-менее строгие правила. То есть, в Россию. Сегодня мы изменили подходы, производители улучшили качество продукции в соответствии с требованиями, и сегодня 42%. Почему это важно? Это говорит о том, что если ты соответствуешь критериям, то никто тебе не сможет отказать только потому, что не нравится. То есть, никакой Онищенко, никакой санэпидемстанция не найдет в том же сыру, который сегодня нормальный, завтра он ненормальный и обратно нормальный. То есть, в зависимости политической конъюнктуры. То, что было. Поэтому этот рынок и наши производители, они увидят, если ты достигаешь стандартов, тебе нечего бояться, ты подаешь и тебя пропускают. Так и Украина. Если Украина выполнит те стандарты, о которых мы заявили, что мы готовы, нас, естественно, примут. И никто, кто бы там, Украина скептики или не Украина скептики, никто ничего не сможет сделать. Надо соответствовать. Поэтому надо строить Европу не для Европы, а для жителей Украины. Вот я надеюсь, что мы этим путем и идем. Россия сильно давит в экономическом смысле сейчас и пытается давить на Украину. Ну, мы знаем, конечно, о конфликте, вооруженном конфликте. Но, тем не менее, отношения ведь на каком-то уровне сохраняются. Потому что в Москве достаточно большая украинская диаспора. Несколько миллионов человек живет в России, у которых, ну, поправьте меня, если не прав, гражданство Украины и украинские корни. Насколько это серьезные рычаги воздействия и как вы с этим работаете? Знаете, вчера была конференция здесь, в Риге, посвященная, скажем так, вопросу международной безопасности, видения северных стран, балтийских стран. И там разговоры были разные, дискуссии о том, Россия прогнозируемая, непрогнозируемая с точки зрения безопасности и так далее. Я выступил и сказал, что Россия прогнозируемая и непрогнозируемая. Прогнозируемая почему? Я сейчас говорю о политической России, скажем так, Кремль, а не о народе. То, что власть России будет продолжать агрессию против Украины, это абсолютно прогнозируемая. Это питательная среда для этой власти. Другой быть не может для нее. Непрогнозируемая по отношению к кому эта агрессия будет, какими методами и где это будет. То ли это будут страны-соседи, то ли это будет гибридная война в какое-то вмешательство выборов, но это будет. Но эта агрессия будет настолько, насколько международное сообщество позволит России быть агрессором. Когда мы говорим о экономическом влиянии, то есть оно будет настолько, насколько мы сами позволим им. То есть если мы втянемся в схемы, простейшие ситуации, где, скажем так, вот сегодня что-то выгодно делать или продать России, потому что это вот удобно. Неудобно улучшиться, надо вложить деньги, нужно поднять качество продукции, сертификацию. Но это зато завтра или послезавтра даст дивиденды, и ты гарантированно попадаешь в европейский рынок. То есть если мы выберем легкую схему, я имею в виду нашу, или подпольную, еще незаконную, например, продолжать сотрудничество незаконное с российским, потому что вот налажены схемы, вот было раньше, вот это все. То есть легкий путь. Если мы это выберем, когда я говорю мы, это я имею в виду предприниматели или еще другие, то есть мы позволяем России влиять. Если мы выбираем схему наперед, на перспективу, то есть сами улучшаем себя и идем в рынок другой, то тогда мы менее позволяем России влиять. Поговорим об этом сразу после небольшого перерыва. Чрезвычайный полномочный посол Украины в Латвии Александр Мищенко у нас сегодня в гостях. В следующей части начнем принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Эта программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня у меня в гостях чрезвычайный полномочный посол Украины в Латвии Александр Мищенко. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 230-6191. Ну вот, продолжая разговор о взаимоотношениях России и Украины, ну, тут вот интересная ситуация складывается. Потому что посольство России в Киеве работает, но тем не менее говорят о том, что идет война между Россией и Украиной. Ну, вот этот некий парадокс, многие объясняют тем, что нужно оставлять какие-то линии для связи. Как вы это оцениваете, эту ситуацию? Можно ли назвать происходящее войной или все-таки уместно использовать другие термины? Ну, вот могли бы дать вашу оценку сложившейся ситуации, рассчитывая вот эти все моменты? Ну, конечно же, это война Украины с Россией, я имею в виду с руководством Кремля. Я не считаю, что это войной с русским народом, потому что жертвы есть и среди русского населения, российских граждан. Когда мы говорим о жертвах, а сегодня на Донбассе погибло 13 тысяч граждан Украины, к сожалению, мы понимаем, за что умирают наши бойцы, наши граждане. За что умирают российские? Вот я хотел бы каждую мать россиянина спросить, за что погиб ее сын. Если кто-то из них скажет, что он правильно погиб, ну, мне очень тяжело тогда понять эту мать. Мне очень легко понять правительство, потому что это испокон вечно было в России, что никто никогда не ценил жертвы. Поэтому для них это нормально, а вот для населения, я думаю, что это ненормально. Если бы люди все логически мыслили, думаю, что бы этого не было, это война. Это война, которая ни в коем случае не является никакой гражданской, никакой между населением Донбасса и Украины в целом. Я сам закончил школу в Донецке, мои родители жили в Донецке, отец военный, закончил службу там и долгое время там жил, пока я их не забрал. Вот я очень хорошо знаю население, чувство населения, историю этого региона. Я учился во Львове, могу тоже сравнивать с этим. Никакого конфронтации между населением нет. Почему Донбасс загорелся, почему именно Донбасс, это тоже очень легко понять, если знать историю региона. Если понимать, что во всей Украине после оранжевой революции, скажем так, ни одна власть не была криминализирована настолько, сколько было это в Донбассе, то есть вот о ядро Януковича. А это не просто коррупционеры, хотя это тоже страшно. Это бандиты, которые руки в крови. Это бывшие криминогенные элементы, которые стали властью. Понимаете, вот люди, которые убивали людей, народ, к сожалению, там был под давлением вот этой криминализированной группы людей, которая вместе с Януковичем зашла в украинскую власть. И поскольку это бандиты руководили, над бандитами очень легко управлять, потому что все они связаны с ФСБ, и всех их там поставили так, как положено. И они сдали этот Донбасс, это не население Донбасса, это руководство, которое, опять же, было очень скомпрометировано, на них всех было досье, и поэтому легко было. Нигде, посмотрите, ни в Одессе, ни в Харькове, ни в Днепре, нигде, хотя попытки были везде, попытки были везде, в Херсоне, в Николаеве. Только там, где власть была, составляла почти полностью эти криминогенные элементы, которые вошли в период Януковича во власть, вот они допустили это. И когда мы начинаем говорить, что население Донбасса какое-то не такое, никакое, но не такое, я там жил, я там жил вместе с ними, с детьми сидим, до восьмого класса в школе я жил. И там был украинский язык, и Василь Стус, он из Донецка. Но влияние России и, скажем так, симпатии к России там всегда были, на востоке Украины? Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под симпатиями России. Ну, скажем, если выбирать, условно говоря, между Киевом и Москвой, скажем, есть, не знаю, там, общественное мнение, на чьей стороне? Ну, конечно, на стороне Украины. В Донецке и Луганске. Ну, конечно, в Донецке и Луганске, и в советские времена это была Украина. Ничего такого подобного нет. Нет, это сейчас уже, когда нужно было противопоставить, это разыгрывалась карта. Я же вам сказал, что это была политтехнология, она вкинутая была перед Оранжевой революцией, для того, чтобы каким-то образом показать Януковича и каким-то образом противоставить в невыгодном свете Ющенко. И тогда была разыграна карта, что вот разыграть – это пророссийская, это прозападная марионетка и так далее. Вот если говорить о этом, я всегда у своих партнеров, всегда или собеседников, всегда говорю, логика есть или нет. Вот смотрите, если мы говорим языком логики, то, наверное, что-то не играет, и люди просто не задумываются. Например, всегда говорили, что власть в Украине – это там марионетки Запада. Вот такой клише… Виктория Нуланд, которая раздавала пирожки и печеньки. Да, вот за печеньки вышли люди. У меня вопрос. Если власть Порошенко, которая так устраивала США, не смогла победить, так как же так? Если марионетки Запада, марионетки США, и США ничего не могло сделать, так как же так? Где же логика? Почему они ничего не сделали, чтобы сохранить тех, кто их устраивает? Ну, наверное, не так. Наверное, ситуация совершенно другая. Никто не мог повлиять на выбор народа. Ни Булочкин, ни Госдеп, никто. Народ Украины решил, что следующим президентом будет Зеленский. И так есть. И, может быть, это кому-то не нравится. Может быть, это кого-то не устраивает. Но народ устраивает на сегодняшний этап. Если народ будет не устраивать, народ примет другое решение. И будет другой президент. На Ваш взгляд, решение президента России Владимира Путина упростить процедуру выдачи российских паспортов на Востоке Украины, он сейчас задумается о том, чтобы вообще всем украинскому сделать такую льготу. Может ли это усугубить ситуацию, скажем так? И как Вы вообще считаете, насколько это решение политтехнологическое тоже? Вот в нашей дискуссии мы перед этим, я сказал, что власть России, политическое руководство Кремля, оно будет всегда агрессивно, потому что это его среда обитания. Какой будет следующий шаг? Еще что, всем выдавать паспорты или еще? Это все звенья одной цепи. Это все алгоритм действий, как, ну скажем, некоторые говорят, это нагнетание ситуации с тем, чтобы привести к украинцам, к тому, чтобы, ну хорошо, ну давайте закончим с Донбассом, о Крыме забудем, а вот Донбасс Вы отдайте и так далее. Может быть и такая ситуация, нагнетается для того, чтобы решить, но это не сработает. Время ушло, Россия не влияет на решение Украины, ни на выборы, ни на политику в Украине, ни на экономику, она влиять не будет. Мы пережили две войны, вернее, два таких катка. Когда немцы наступили, они сравняли Украину с землей, и когда отступали, тем не менее, Украина возродилась, Украина возобновила свои деятельности, мы возобновим это все. Мы никогда не придем к тому, что было в период Януковича, когда руководила принятие решений Москва. В том числе, это благодаря вот такой агрессивной политике Путина, мы объединились против внешнего врага. Если раньше могли кто-то влазить в нашу внешнюю политику, коммунисты были под влиянием России, кто-то был евроинтегратор. Сегодня у нас единое. Никогда Россия не может управлять Украиной. Это закончилось. Точка невозврата в отношениях, сейчас говорю о народах русского и украинского народа, хотя вы говорите о том, что есть Кремль, есть народ, это две истории. Но есть общественное мнение, кто поддерживает власть в одной стране и в другой стране. Ведь действительно, вот вы упомянули Вторую мировую войну, и даже если вспомнить шедевры советского кинематографа, фильмы, в которых украинцы и русские, да и все другие народы, они, в общем-то, воевали против немцев, есть масса примеров. Вот этот разрыв, который произошел, насколько он болезненный. Потому что раньше русских и украинцев называли братским народом. Насколько это справедливо, это спорно, потому что в Советском Союзе все народы назывались братским, но, как мы видим, это не всегда соответствует действительности. Но, тем не менее, русские и украинцы ведь всегда достаточно близки были до 2014 года. Насколько серьезный этот разрыв, как вы считаете, чисто эмоциональный? Ну, я не знаю, о каких шедеврах вы говорите. Они стражались за родину Бондарчука и так далее. Можно вспомнить, много хороших неидеологических фильмов было снято. Ну, вот для меня другой шедевр есть. Вот Виктор Астафьев написал книгу «Проклятые убиты». Вот для меня это шедевр. Я не знаю, как для кого… Жизнь и судьба Гроссмана, кстати, можно вспомнить. Да, но вот если говорить об этом, это очень показательно относительно войны, и мы сейчас вот в преддверии этих событий. Когда человек прошел войну, и она связана, его главная битва с Киевом, с освобождением Киева, и когда человек описывает с болью, с трагедией, с ужасной правдой, как это все было, когда каждый шестой только выживал при форсировании Днепра, и он задает вопрос «Зачем?». И он отвечает на нее, потому что никто никогда не ценил людей. Он же говорит, это победа, это закидали трупами и залили кровью. Надо не праздновать, а стать посередине Красной площади и просить прощения за бездарно выигранную войну. Я понимаю, какую ненависть у некоторых идеологов он имеет сейчас, уже умерший Виктор Петрович Астанфьев, но для меня он, вот если говорить о братском народе, вот он для меня брат старший, как хотите, потому что он не боится сказать правду. Для тех, кто сегодня выступает у Соловьева, у Киселева и всех, они мне не братья. Так же, точно как украинец-убийца, он мне не брат, он просто убийца. И так же, как любой человек, который сегодня поддерживает Украину, для меня он больше брат. Потому что есть истина, которая превыше всего. Вот Астанфьев и другие люди, которые сегодня имеют смелость говорить о правде на ситуацию в отношении России к Украине, вот для меня это братский народ. Вот те люди за их поступки. Потому что, если так, это красивая картинка, мы братья, но почему братья убивают братьев? Мало того, это не просто, как кто-то говорит, братья, это же единую религию исповедуют. То есть, это православные убивают православных. И православная Московская Церковь, она поощряет это, называя каких-то там фашистов, хунта, бандитов и так далее. Кто, где виделось? Вот, например, по моей предыдущей стране Трусковец, известный курорт. Каждый год все больше и больше азербайджанцев едет отдыхать. Они говорят на русском языке. Их никто не трогает. Я специально всегда, когда группы приезжали, спрашивал, вы видели там бандеровца, вы видели там фашистов и хунту? Они говорят, слушай, ну где они берут их? Вот мы приезжаем туда, в логово бандеризма, мы не можем найти ни бандеровца, ни хунту, ни фашистов, ни чего. Где этот Киселев это видит? Ну вот есть этот вопрос. То есть, если ты начинаешь логически подходить к какому-то вопросу, сразу же отпадают все эти эмоции и все это необходимая дискуссия. Ничего этого нет. Но это часть информационной войны. Естественно. Так вот это ведет власть. Когда-то в 68-м году, когда Советский Союз придушил Пражскую весну, если вы помните, был такой случай, когда газета в Праге написала статью, которая называлась «У нас есть семь причин, по которых мы не можем ненавидеть Советский Союз». Семь причин – это семь человек, которые вышли на Красную площадь, через 15 минут их забрали и посадили. Судьба трагическая. Но люди на Западе оценили, что семь человек. У нас в Украине есть не семь, не семьдесят, не семьсот, не семь тысяч, не даже не семьдесят тысяч. Я уверен, что больше людей в России, которые понимают вот эту всю трагедию, куда Путин толкает страну. Если говорить, вот мы часто говорим слово этого человека, называем фамилию, дело не в нем. Дело в том, что вся власть России, начиная от самодержавия, коммунистической партии сегодня, путинской России, она вся сосредоточена на том, чтобы быть агрессивной. То есть, если вспомним 1915 год, когда рассекретили секретные договора Первой мировой войны, когда уже подбивали результаты войны, там оказалось, что за Россией должны были оказаться Босфоры и Дарданеллы. После Второй мировой войны Сталин пишет ноту Турции о том, что ведут флот во имя интересов Советского Союза, ведут куда? Босфоры и Дарданеллы. У меня вопрос. Сейчас Крым становится огромной военной базой. Для чего? Вы думаете, что-то изменилось? Ну, я знаю только то, что говорит Россия по поводу того, что Россия считает, что если бы Крым не стал частью России, то, в общем-то, Черноморский флот и база Черноморского флота перешла бы НАТО. Это официальная позиция, которая была озвучена. Но, понимаете, было озвучено им о мальчиках, растерзанных в Донбассе, и о двух рабах, и километре с земли, которые давали, и что, где это все. Мало ли что там озвучилось. Вы же понимаете, цена тому, что они говорят, это ноль. Это пропаганда, это все фейки, которые вбрасываются для того, чтобы взбудоражить народ. Ведь мы живем еще стереотипами советских времен. Как это было? Звериный оскал империализма. Это же злостно советских времен. Вот сейчас и есть. Только я всегда обращаюсь к людям. Ну, задумайтесь, если империалист такой страшен, почему все дети высокопоставленных людей почему-то не учатся в прекрасном Уральском университете, в Екатеринбурге, или в Алдае, или еще? Почему надо ехать, отправлять своих детей в это логово империализма, в Америку страшную, в Европу, которая какая-то не такая? Почему они там учатся? Что такое? Как же так? То есть, где-то что-то нарушено, логическая связь. Если Донбасс – это так хорошо, что это наше святое дело, хоть один ребенок, тех, кто принимал решения в Госдуме, он воюет на Донбассе? Он погиб там? Если ты решаешь вопрос о том, чтобы убивать людей, пошли своего ребенка туда. И ты тогда прочувствуешь, как это? Это правильное решение или неправильно? Ни один из них никогда там близко даже не был. Убивают этих ребят с Пскова, с Рязани, с других частей. И их никто не спрашивает. За что? Во имя чего? И все. Поэтому, когда вы говорите о том, что официальная позиция России, ну, это надо делить на 8. У нас много звонков, надевайте наушники, попробуем хотя бы часть успеть принять. Здравствуйте, очень коротко, пожалуйста, задавайте вопросы. Добрый день, Сергей Ильин. Да, Сергей. Вопрос к господину полномочного послу. Я не хочу говорить сейчас о мальчике, который вышел из Кривового Рога, прошел через Хабасскую Синагулу, Днеприя и далее. Скажите, пожалуйста, как получить ответ и ход расследований по поводу трагедии в Одессе 2 мая, убийства Андрея Кузьменко, Кузьма Скрябин и всех остальных, которых Олеси Бузины, которые истребляют наших братьев, там у вас. Да, спасибо вам. Вот трагедия в Доме профсоюзов, резонанс за историю, убийство Олеси Бузины. Господин Сергей, к сожалению, ничего не могу сказать. Расследование продолжается. Я сам бы очень хотел, чтобы это ускорилось, потому что это нужно поставить точку в этом вопросе. Считаю, что это большая трагедия, что убивает людей и в том случае, и в тех, и всех других. К сожалению, думаю, что наши правоохранительные органы не на высоте. Еще звонок, господин, приняется. Здравствуйте, как вас зовут? Очень коротко сформулируйте. Добрый день, Виктор. Я просто господину послу. Вам не кажется, что обвинение в бандитском правительстве Луганской и Второй области то же самое можно отнести к бандитскому правительству Порошенко? Спасибо. Спасибо вам. Я не знаю, насколько вы внимательно слушали. Я имел в виду, что я не отрицаю о том, что в других регионах были элементы присутствия во власти коррумпированных чиновников. Но все отличие я пытался донести до слушателей о том, что коррупция с точки зрения финансовой – это несколько другой вид преступления, когда люди сами убивали. Вот был такой персонаж Василий Джарты, который имел соответствующие клички и в бандитской среде. Он стал потом и мэром, и он стал премьер-министром Крыма и так далее. Вот я имел таких людей, те люди, которые сами убивали именно своими руками. И власть Януковича, их стало на высшие должности, оберегая их от преследований, естественно, они еще не были гибкие с точки зрения управления ими вот таких сил промосковских, пророссийских, профСБшных, которые и допустили то, что там случилось на Донбассе. Я имел именно это, не отрицая того, что во всех регионах были элементы коррумпированных чиновников. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. У меня вопрос такой, коротко. Спасибо за информацию прекрасную, которую мы послушали. Значит, Украина в проклятые советские времена имела ВВП по покупательной способности на душу населения 11 тысяч долларов. Это данные Всемирного банка. Сейчас, через 30 лет, Украина имеет 8 тысяч долларов на душу населения и отстает на 30% от Грузии по уровню жизни. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, при Пане Зеленском Украина сможет догнать Грузию? Я уж не говорю про Белоруссию, которая там на 2,5 раза выше по уровню жизни населения. А что касается фашистов, вот я сейчас сижу, у меня перед глазами фотография. Свадьба во Львове. 20 человек. Сзади памятник Тараса Шевченко. Фотография опубликована еврейским комитетом Долинский председатель. Значит, из этих 20 человек один в форме офицера СС, трое в форме солдат вермахта и четверо дивизии СС Галичина. Да, мы поняли вас, ваш комментарий. Ну вот, про экономический, то, что было при СССР, что сейчас, и вот по поводу этой фотографии, я видел эту фотографию тоже. Относительно экономического чуда. Вы знаете, эта тема очень долгая. Я хочу вот только спросить. Во времена индустриализации, коллективизации и всего прочего был невиданный скачок в целом по цифрах. А ничего, что 6 миллионов человек или сидели в лагерях и были репрессированы, как вот относительно их? Они бы счастливы были знать, что вот они погибли неизвестно за что, там где-то в лагерях, но зато они создали такой продукт, который позволял считать в общем, что Советский Союз – это мощное государство. Как им это считать? Поэтому я бы не сравнил вот эти цифры, потому что это не совсем то, что считается благосостоянием народа. Если вы почитаете «Убить змееныша» книга Акунина, там написано, что такое счастье нации и счастье народа. Это долгая тема. Я все-таки считаю, что Украина сейчас движется правильным путем. Мы долго топтали, к сожалению. Вот после развала Союза, как я уже сказал, у нас не было движения единого. Кто-то пошел в европейском направлении, потом кто-то вернулся назад к России, потом опять европейское, потом опять назад. Вот сейчас только мы двигаемся поступательно. Мы делаем ошибки. Мы делаем очень много ошибок. Я это признаю и не хочу лакировать. Это не мой стиль дипломатической работы. Мы делаем ошибки, но сегодня мы следуем воле и заявлению народа. Что касается тех примеров, как это фотографии и так далее. В каждой стране, в каждом государстве есть какие-то элементы того, что мы не воспринимаем. Нравится нам, не нравится, но оно есть. Определенные люди и все. Важно, чтобы власть не исповедовала эти принципы, которые вот там, эти молодчики, которые там одевались или еще что-нибудь. Я вам задам вопрос вот этому радиослушателю, который. Вы посмотрите, пожалуйста, партия, которая связывается с националистической партией Украины. Ее кандидат сколько набрал процентов на выборах? И сколько набрал победитель? Вы посмотрите эти все цифры. И когда кто-то говорит, что власть фашистская, бендеровская, хунта и так далее, посмотрите, пожалуйста, как же так? Если они не пошли ни в парламент, ни представленного власти, как же страну можно назвать такую? Представители вот этих элементов, которые даже не проходят в парламент. То есть, что-то с логикой не так. Я понимаю, каждый видит то, что он хочет видеть. Я вас понимаю, может быть, это и неправильно, но это есть везде. В самых процветающих странах есть и бандитство, и насилие, и так далее. Главное, чтобы в общем, в целом власть не была подвержена этим идеям. Или фашизма, или сталинизма, или чего-то другого. Для меня фашизм и сталинизм – это одно и то же. Поэтому, когда кто-то носит портрет Сталина, для меня это так же неправильно, как и фашистские лозунги, фашистские атрибуты. Что меньше Сталин убил людей? Так кто-то убивал чужих, а Сталин убивал своих. Задумайтесь просто над этим. Когда вы говорите о благоденствии и так далее, всегда помните, те люди, которые в ГУЛАГе копали золото, бриллианты, за счет чего делался это благосостояние целом государства, или покупалось что-то дорогостоящее, они очень рады были той перспективе, что им создали ГУЛАГ. Спасибо. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Чрезвычайный полномочный посол Украины в Латвии Александр Мищенко был гостем программы «Встретились, поговорили». Впереди у нас программа «Абонент доступен», украинский журналист и блогер Янина Соколова. Так что мы продолжим тему Украины в нашем эфире. Спасибо, что нашли время, пришли и выступили перед нашими радиослушными. Спасибо. Я открыт настолько, насколько вы нуждаетесь в этом. Будем встречаться и дальше. Спасибо.